Ага. Он когда вот так пел, как-то вот так, раз, и у него в щеке такая ямка была, как будто, знаешь, кто-то пальцем дает, вот так. Как-то прям у него вообще лицо такое было, будто перси вообще. И вот такой еще носом, а не только, 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 а не только. Миша, у него попенка, все это, плечу нет. Да, и он решил напугать жену, типа, пошел в сарай. На мотоцикл сел, петлю набросил, значит, и ждет, когда она придет из основы. Вот тебя напугала. Сам напугал. Ты посмотри, да. Зашел ли правильно, здесь же. Я потом уже вспомнил, что гармонистом. И до свидания. Он играл, играл, он играл плохо, не технично, без грамоты, без грамоты. Но, тонально, и очень эффектно. Он ее так вот как... С выражением, как говорят, да? Вот так вот, да, что так она у меня там... И он ее... И поиграет, слышишь, Михаилович, поиграет на свадьбе там, допустим, и оставит ее домой. А утром приходит, я у вас девушку... А-а-а-а-а... У него, может, похмельюсь, да ладно, ну давай. Да ладно, ну давай. Да ладно, давай. Да ладно, давай. Да ладно, давай. А-а-а, это ловко было, что я сказал. Вот трагедия. Пугать еще. Да, я думаю, что что за голове... А у меня трагедия тоже была Галина Гидар-Санрадович. Ага. Ну, у него сердце было слабо, ну, ни разу не мог подтянуться, такой, не брошь, не хотел, потому что он не мог, действительно. Да, такой нежный очень, такой баринек, да. Ну, играл на все, действительно, что-то, вот просто на мандолине, там, на все. Ну, тут же осваивал, ну, короче, музыкант, одаренный. И вот, прошло уже несколько лет, там, лет 9-10. Получается, я в Москве уже, то есть, ну, много лет прошел. Ну, и мы, у нас вот как-то костяк образовался, там, 5 человек буквально. Мы все время поддерживаем, то есть, какие-то сигналы, кто где, чего, куда, как, и все такое. И письма писали, конечно. Я был главный художник, представляешь, он был первый зам у меня. Представляешь, я это дело завязал, все, некогда, и тут, ну, 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 а он только этим занимается. Он устал так писать, это просто чума. Просто вот приедет в гости, посмотреть его картину, я просто, такого письма я серьезно не встречал нигде. Просто какой-то отдельный, совершенно. Ну, кажется, вы. Галочка, я говорю про Коля Мазану, как пишет, он скажет картину. Красиво, правда? Красиво, спасибо за внимание. Конечно, согласен. И вот про Сережу Алексееву рассказывают, трагедию, например. Я вообще, то есть, когда приезжал откуда-либо, я рекомендую, там, с вокзала, тем более, звонить домой, но очень, как галочка знает, когда я приезжаю, все, там, даже ждут. А тут я что-то, тут я что-то взял-то, позвонил, говорю, мамуль, привет. А здесь, все-таки, папа, так и так. А он, с Колей, последняя речь идет, приезжали ко мне, о, с ней, с ней, с ней, с ней, с ней. Здравствуйте. 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 Сейчас я расскажу. Ради Бога. И вот, самое, говорю, что такое, так и так, Сережа, значит, умер, Алексей. Сейчас. Я прямо... А продувает, значит, перебегаю. Ряд, как хорошо. Я, как-то, перебегаю за три секунды. И идет, он сказал, приезжает, значит, оказывается. Значит, двое детей, все нормально. Он работал в ресторане, значит, играл, писал музыку, подрабатывал. Она тоже вместе работала, вот, особенно, она официантка, значит, он оркестр руководил. Что получается, значит, она подъезжает домой, на нотачи с работы. Он дома берет эту штуку, она подевает, и она подходит к крыльцу, так, в частном доме, к крыльцу подходит, и он так, раз, а она разворачивается, сумочку забыла в такси. Она говорит, вот, я буду браться за дверь, не, сумочку, развернулся и бежать за такси. Ну, и, ну, на такси, и все, кричал, кричал, и все, все, и вот, пока она длина, он пошутил, и все. Блядь! Че? Да, мы же не говорим. А, нет, ну, скажи, ну, я что-то подрешь, и вытешь меня, пернешь. Тернешь. А? Не, приходи, говоря, нам, гулять. Да. Он зеленый. Он зеленый. Я выпила, я выпила. Когда? Сейчас выпила. Как вам песня? Ну, все, иди. Блядочка. Блядочка. Маленечка. 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 Ну, что успокоиться? Ну, что, еще один. Вот, сейчас. Вот, сейчас. Будьте. Вот, сейчас. Я не сведу грамотно. Карл. Согрели коньяк. Я его сидела. Юрий Николаевич. Власти. Сила. Усовес. Власти. Сила. Власти. Вильника. Ха-хам. 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 Алтайцы поют. Алтайцы поют. Очень велико. Ха-хам. Так. А, Ломбаду это вообще полно. Ты что братка? Ну-ка. У нас так не делается. Так я выпил. Ушел. Ну, как ушел. Второе. Нет, ты мне сказал. Пойдем чурковью попасть. Коньяк? Ну, армянский. А мы что? Мы бежим. Кажется. 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 Миша. Сюда Миша. Кажется. 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 Мы завучили женщину, которая сзади сидят. Миша, лучше не я один приехал. Шоколад. Я это общаюсь. Это супер. Шоколад. Наш настоящий. Конечно, это жалко. Наши русские. Это прям с завода у меня. Это вы пили топором. Топором рубли. Спасибо. Забы ничего не... Хозяйка... Вот учитесь. Примогенник. Примогенник. Вот здесь. Вечера, маленький Геннадий Петрович, позавчера был Геннадий Петрович, не заснял бы уже, ты рассказывал. Вечера, маленький Геннадий Петрович, позавчера был Геннадий Петрович, позавчера был Геннадий Петрович. Ой, какая крепкая старуха была. Сколько ей пророщили прожить? 120 годов. 120 годов пророщили прожить. Видишь, какая крепкая была. А на 126-м, видишь, что получилось? Как она уже, это, сморг это пришла, бумага. Диагноз, никто ли. Сморг. Медики сразу начинают ржать. В зале. Ну, диагноз сразу. Сморг. Как же правильно сказать-то там написано? Путь ты ее. Не смогу, наверное, сейчас поставить. Больше разрыв мекар далеко не. За счет укуса внукам за мягкое место. Вот как, блять, 126 годов прожить и вот так вот. Не умереть. Да тоже сколько раз ей говорили-то. Заходи в туалет, как путные люди. Нет, блять, прочопериться с задом. А он сидел на горшке. Ну, он никогда же не видал такого. С перепугу цепанул ее сюда. Сморг. Ой, да хорошо, вовремя ее укусил-то. А так бы задавила-бы она его. Две смерти в одном доме. Вот и скажи, укусили аж вон, а лопнуло сердце. Судьба, блять. Развернется в калидоре и шаперится спиной вверх. Так, разливайте. Братка, я на право хозяина разливаю пока. Так. Старший брат сказал, давай, браток. А младший брат сказал, пожалуйста, слушай, какая песня. Ой, ты что, это песня. Я ее же, Миша. А где это самое, стихи бы взять, а? Миша, у меня все есть. Четко. Словами шикарные, конечно. Миша, ну ты сам песня. У тебя же есть. Сейчас лежу я в больнице, сейчас. Давай, заколи, товарищ. Если бы не в больнице, я бы давно приехал. Раньше. Лежу в больнице, приезжай. Приезжай попер. Анатолий Попересник. Попер. У него кличка попер. Попер, ага. Приезжай попер. А он же чумной и вообще интересный такой. Он же полсумашек. Ну, как все. Вы. Как мы все. И вот он все... Слышь, вот стихи, слышь. 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 Ключки. Ага. Я вот сидя, слушаю. Хороший стихизер. Я говорю, кто писал? А я на день вообще прикалываюсь. А он такой... А кто я? Да ладно. Ты чё? Ну правда? Оправдывайте. Он ловит, то есть. Заклатывает легко. Хорошие слова. Вообще. Слушай, не ожидал. Я думал, это какой-то профессиональный поэт. Откалывающего. Нас же для самодеятельности так пишут. Добавляю. Слушай, пауза такая. Я говорю, Том, я шучу. Ну ёмка, шутки сделают. Шутки сделают. Я столько написал. Соловейный рощник. Да ладно. А он заводится как начисто. Пацан. Заводится. Сразу начинают на сказке какие-то песни. Это было первое, кто написал целую кассету, которую я спел. Ну, и это я же писал, но. Это я писал, да? И он говорит, что это самое. Вот слова такие. А я лежал действительно, у меня воспаление легких и бронхит одновременно, слышишь? Я лежа, читал, читал, и говорю, а он с этим хитрый, у меня всегда это, диктофор, он же как ФСБшник. Я говорю, ну давай тогда это. Я говорю, сейчас я на муру лечу. Был кто, по-моему, пользователь Сергея Павлович, по-моему, был как раз у меня в гостях. На романах. Ну, Серега был, по-моему, да. Среди тебя есть. Я говорю, слушай музыку, простите, знаете. И прямо вот, без остановки назад. Спел, ну как? Он говорит, все, ничего не надо. И, да, закупорился рано. Так бы вот я записал, и могу забить. Да. Если бы кто-то зонал на ногу, так. Ну, второй раз, наверное, первый раз. А у него записано? А у него записано, ты именно хорошо, что молодец. А не записал, могу забить. Сейчас в Чимбале такие два стихотворения в уме написал. Просто философские, ломовые. Просто такие, настолько лаконичные, такие красивые. Я в уме. И все. Ничего не помню. Ушли. Ушли, да? Ушло. Ну, то есть, просто, как бы, нахуй, ручейок. А тут-ду-ду-ду-ду-ду-ду. По-два, через четырадцатищину. Ну, такие сочные, такие емкие, что просто серьезные. Миша, у тебя юбилей прошел? Или еще, например? 40 лет прошел. Прошел? Ну, давай мы с Ломаном. Мы хотим тебе песни с Ломаном писали, наверное. Давайте, давайте. Можем мы исполнить песню для тебя? Да не надо. Это специально написано для юбилея. Почему не надо? Ну, для женщин песню написано. Ну, ничего страшного. Неважно, давайте, правда, что же она будет где-то в этом? Не тяжело. Вообще бесплатно только в песне. Лежать где-то в долгом ящике. Дайте денег сюда. Да, ну, копеечку дайте, пожалуйста. Одну копеечку. Миша, называется, Света написала стихи, а я написал. Миша, называется, даже не знаю, как называется, Света. Без названия она у нас. Нет, она сразу, то есть, дарим эту песню. Я не знаю, как называется, Света написала стихи, а я не знаю, как называется, Света написала стихи. Когда подряды об облаках Раскрасит вечером царя. Ты не жалей прошедших дней, Они, Боже, ты не зря. Ты не жалей прошедших дней, Они ведь прожиты не зря. И пусть зима уже плыста, Ты не считай свои года. Зима рябине не страшна, Лишь кладше станет ягода, Зима рябине не страшна, Лишь кладше станет ягода. Зима рябине не страшна. Зима рябине не страшна. Итак, Белокурихи лечился. 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 Жил Jonas Коломda Рябине не draft. Мы теперь в одной муряшке, Мы теперь одна семья. Белокурые кудряшки, Белокуриха моя. Мы теперь в одной муряшке, Мы теперь одна семья. Белокурые кудряшки, Белокуриха моя. И пошли у нас детишки, Белокурые, как снег. Николай, Андрей, Миша, Павел, Ваня и Олег. Есть и доченька ведь мила, Вся красавица от меня. Много счастья подарила, Белокуриха моя. Профсоюзу дорогом я спасибо, Гава, Что послал меня не лечиться, И помог создать силы. Я люблю свой город мило, Здесь живут мои друзья. Белокура, Белокрыла, Белокуриха моя. Здесь живут мои друзья. Белокура, Белокрыла, Белокуриха моя. Белокура, Белокура, Белокуриха моя. Кстати, автор мой любимый, Асмушкин, москвич. Александр Асмушкин, ну, с Кутузовым. Он нам бы слов не дал. Он просто мне... Михаил не дал. Молодцы, я его приглашаю приезжать. Ну, только стол прибрали. И мы только что прибрали стол. Так он субботник был у нас здесь. Приехал, все. Они от вас, Миша. Они от вас и к нам заехали. Вот в чем дело. Автобусом поехали они. Мы их проводили 7 часов. Таня, а сухой бы корочкой питался, да? Так это человек, она там закреплена вообще машина. Так нет, я приезжаю... Сотки-то уж какой бы... А Юрий Николаевич? Без Михалыча. Тут столько запарок идет. А, Миша. И Свете тоже. Наш заслуженный работник культуру Света столько переделало дело. Я тоже с чертовым нажал. Наш отдел культуры... А у нас отдел культуры, потому что... Он, например, за что? Зажимает. Ну, что трудно, да. Кто чертов зажимает, что ли? Да нет. Наш отдел культуры. Культура наша вся. Под городкой. На месте, да. Карпушенко, конечно, не знает. Он знает, что Света настолько делали. Ну-ка, ну-ка, какой... Нибу я не могу. Да мы поймем. Он как специально. Когда начинают... А, да. А вы специально. Это для нас. Это для нас. Это для нас вот. Сергеевич, это никуда не пойдет. Это только для нас. Только вот в проем. Часторого смотрите. Они нам привязали их. Да, да. Ты видел, Мишу на днях сняли после проема этого. Миша. Вообще голенького. И баклажан привязали. И баклажан привязали. Кабачок. 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 Я думаю, почему они не могут перевернуться. А нога висела. А они взяли мне кабачок. Мы хотели его в трусики затолкать. А я подошла вот так. Покрывало-то сдернуло. У нас. Оттуда, да. Вот от вас-то и поехали к нам. Я не кричу, Вера, он голый совсем. Ну как же, ну как же не голый. Ну и все. И некуда этот. Пришлось привязывать. Надо было не к ноге. Да нет. Повернулся бы и последняя. Все бы оторвалось. Я понял. Я перевернуться не могу. На другой бок-то. На левую ногу. Шутки-то как вот тот пошутил тоже. Шутки могли бы и такие. Потом бы и судьба была. Я хотел на правый бок перернуться. Срыв перетягивает. Срыв перетягивает. Да ладно. Срыв перетягивает. Причем. А туда бы привязала операцию. Как рассказывал Сергеевич-то. А потом это. Что? Жил год дорадовался. А какая рада. Утром-тромку-то просматриваем. И гений они тоже. То есть. Света не привязывала. А Вера привязывала гений. Ну гений ничего не меньше. Тоже на какой же плане. Она ему привязала это за ногу-то. Может быть там куда еще можно было привязать. Я ножом. Она говорит слушайте подруга. Что это? Муравчика. Муравчика. А вот это. А вот оно там. Ломать еще. И ломать еще. Ой. Так они мало того еще очки не надели. А на Новый год мы их как раз. Очки мы еще надели. Хабачок. Да. И я это. Утром когда мы посмотрели пленку. Миша. Ну знаешь что. Ну голый совсем прямо. Совсем. Да все это засняли. Миша. Поехали. 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 ПЕСНЯ 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 А у Толи Марчевского, директор Свердловского цирка, Анатолий Марчевский, после Никулина, второй клоун. Анатолий Марчевский, клоун от Бога, все умеет делать. После Никулина, я считаю, специалисты говорят. Он, наверное, начнется говорить. Ему сейчас было 50 лет, Толи Марчевского. Он меня слышал, как сидел на троне, в костюме взял палку и по этой пошел. Обытоярный, ботинь. Очумели все. Талант не пробухаешь, 50 лет, понимаешь? Он директор цирка давно все. И он пошел, но он, правда, пристегнул. Это вне программы, вне всякой. То есть просто сам, да. Они приехали все там. И там медведи с вениками. Я в рубахе русских такой, в сапогах кирзаю, на сцену Свердловского. Тоже в бане. Тоже из бани, да? Вот такой друган, Толик. Вот такой замечательный барий. Очень хороший еврей. Ну. Очень хороший еврей. Ну что, еврей, правда, еврей. Ну и что? И, короче, вы как дали там это? А Кио? Баню, 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 Кио. Сергеевич, а что это ты вот эту песню? Ее можно какие-то? Ну я понял, что ну без денег хочет. Совсем без денег хочет, понимаешь? Я такой, как Миша, да? Я тут тоже богат. Вестану куда-то берет все. Все, там приехал ассистент, все они перебили, перезаписали. На цифровую эту самую. Аничка Фея не слемалась. А сейчас этот номер уже отрабатывал. И что, как у нас твои имени записи? Потому что тебе никто не может так сделать. Да-да-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Вот это. Никто. А это интересно. А они-то целиком? Мишлю-мысад. Мишлю-мысад. Миша, Миша, давай сделай. Миша, давай сделай. Миша, давай сделай. Словно головы я тебя объявляю. Миша, давай сделай. 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 Ой, мороз мороз, не мороз меня, не мороз меня? Мой. Моего коня, где ворожь меня, моего коня. Миша, решили с галочки стоять. У меня есть пожелание к вам. Мишенька, Сергеич, у меня есть одно пожелание к вам лично, как к мужчине, как к мужу. Берегите вашу супругу, потому что такое, наверное, не найти ни внешнее, ни внутреннее. Просто нет, не надо. Я говорю, берегите ее. Вот мы пели песню про реченьку, зореньку, солнышко, раду. Вот это все в ней, в ней одной все это есть. Зоренька, только ты раньше вставай. Хорошо. Я назову тебя, Зоренька, только ты раньше вставай. Только раньше так же, как Юлушка, сударь, да? Ничего, мы сегодня прослушаем. Какая зорюшка, ласковые рассвет, Выгручие стаколюшка с напоминеньем. ПЕСНЯ 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 Человеческая Травушка, бурабушка, Светлые ветра. Баракулы, журавушка, Песню я с утра. В пешине над рощицей Жаборонка столь. В сердце тихо просится Родниковый звон. В сердце тихо просится Родниковый звон. Пойдемте, поговорим. Я с тобой, Боже мой, Государь мой. Я с тобой, Боже мой, Боже мой. Я с тобой, Боже мой, Государь мой. И конца работе нет, Завтрак ужин с ябедом. Надо баню протопить. Огород большой болит, Я варенье наварила, И капусту посолила. В телевизор смотрится Родниковый звон. Боже мой, Государь мой. Я с тобой, Боже мой, Государь мой. Я с тобой, Боже мой, Государь мой. Боже мой, Боже мой, Боже мой, Боже мой. Славен наш христианский трон, Гости к нам со всех сторон, Заливается гормой наши песни, как огонь. Я с гостями управляюсь, царицей стараюсь, И корона у меня из членов. Я с гостями управляюсь, и корона у меня из членов. Будь мой государь, Вверх расслаблен ты казною, А вода мою душой, Ты прям красавец, как мой душной, Государь мой. С папой рядом, а? Будь мой государь, Государь мой, Не просьба ты казною, А податаю душой, Ты для нас отец родной, Душой государь мой. А податаю душой, Ты для нас отец родной, Государь мой. О, душа моя, Государь мой, Государь мой. Это подвозь Илья Михайловича. Спасибо. Я бы ее никогда бы сегодня не запел. Мы еще нальем, Илья Михайловича. Еще нальем. ПЕСНЯ 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 Девушки отдыхают 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 Жизнь все меньше и меньше наша, да? Короче и короче, давайте, друзья. Ведь нам расставаться нельзя. Только на короткое время. И снова ждем. Смотрите, мы с вами не встречаться, друзья. Ведь нам расставаться нельзя. И мне еще, наверное, повезло, я же у него классный руководитель была в раю, да? Мы же здесь жили, а Миша за стеной. И вот это самое. Мы сидим здесь, слышим. Ну, круто. И еще, наверное, повезло, я же у него классный руководитель была в раю. И мне ещё, наверное, повезло. А я был по-разуме, писящик, мир, лев, 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 лев. А я не знаю, ноitte, короче. И не знаю, я же у него классный руководитель была в раю. Малуся 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 Бутылку выпили Малуся Выпей Малуся Малуся Не надо Лучше не пей Ну что будешь делать Для рождения Бутылку не пей Спасибо за то, что вы есть И дай Бог вам еще жить долгие годы Дай Бог, тут появились, и да Богу. Кто тебе нечего? Должны, а не должны быть. Давайте, с нами, начались. Геннад! Да! Все, надо было. Вот так. Ох, хорошо. Еще раз, еще раз. А мы еще. Сергеевич. Вот так, как на панель. Хорошо. Живите долго, пожалуйста. Буду же стараться. Да. Ой, она чуть-чуть теплая. Хорошая песня, тетя. Хорошая, не хочу. Сейчас мама еще споет. Я вообще не люблю песни. Ну, правильно, еще бы ты не любила. Тетя, петь. Еще спеть. Не морозь меня, не морозь меня. Моему коню, не морозь меня. Все. И с Галей вместе. И с Галей вместе еще. Пока нет, пока нет. Нет, одного. Хорошо. Хорошо. Положи руку. Вот так вот. Вот так. Как раньше, знаешь. Вот. А я такой. В дворянских этих семьях. О, хорошо. Хорошо. А крылечки давайте от мамы.